Я сейчас хочу предоставить слово Татьяне Буреевой, заместителю директора по развитию Центра социальных технологий «Гарант». И вот как раз я уже хвасталась, что мы только что закончили стажировку в уникальном месте Архангельской области. Это национальный парк кинозерии, известный по всему миру. И она была уникальна еще и тем, что на ней было 64 человека. В основном Архангельская область, но еще немножко Камчатки, Новосибирска, Красноярского края и Псковской области. И название у нее, видите, было такое очень впечатляющее. Каждому овощу свой фрукт. Вот, Таня, расскажи, пожалуйста, при чем тут фрукты с овощами и в чем была суть этой стажировки. И мы называли ее встречей команд активных жителей. Пожалуйста, Татьяна, вам слово. Здравствуйте. Ну, наверное, уже все задали вопрос, почему такое название. В этом, конечно, был смысл, но на этом я остановлюсь чуть позже. Вообще, наша стажировка – это был определенный микс из разных форматов, поэтому мы назвали встречей команд, а не стажировкой. И это была межмуниципальная стажировка. Такой опыт мы уже имели. Или мы организовываем стажировки в одном из муниципальных образований, где местные группы, местные НКО, местные активисты рассказывают о том, каких успехов они добились. Это все проходит в рамках нашей большой программы «Малым территориям. Большое будущее», которую мы реализовываем с 2015 года. Сейчас это уже методология, которую мы описали в книжке. И на этом я не буду подробно останавливаться, потому что на нашем сайте в разделе «Библиотека» есть методичка, в которой описана эта методика. И стажировка – это одно из мероприятий вот этой как раз большой программы, направленной на развитие малых городов и сельских территорий Архангельской области. Вообще, я тоже очень люблю, как Настя, формат стажировок. Мне... Повезло, я участвовала в большом количестве стажировок. И вот Марина Евгеньевна сказала, как оцениваем стажировку. Я для себя лично всегда оценивала, что если я приехала со стажировки с идеей и в ближайшие 2-3 месяца написала проект, то стажировка прошла успешно. На стажировку в Кинозире мы приглашали людей командами. Командами активистов. Активисты могли быть из разных организаций, из разных секторов. И даже для регистрации на это мероприятие люди должны были собраться и одновременно зарегистрировать команду, состоящую из 3-5 человек. Это могли быть представители НКО, представители активного населения, представители инициативных групп, органов власти, бизнеса, средств массовой информации. То есть все те, кто вместе работают. И один из вопросов анкеты был, проводили ли вы что-то вместе. Также мы спрашивали людей, был ли у них какой-то личный опыт реализации проектов, направленный на развитие сообществ, потому что для нас это было важно. Очень большое количество людей заявилось на эту стажировку, более 100 человек. Мы отобрали 12 команд из 12 муниципальных образований и еще присоединились к нам коллеги из нескольких других регионов Российской Федерации, посмотреть, как мы это все делаем. Задачи, которые мы ставили перед собой и перед участниками, ну, естественно, это насмотреться, напитаться опытом другим, вдохновиться на новые мероприятия и проекты. Нам было важно познакомить вот эти 12 команд из разных муниципальных образований друг с другом, изучить опыт Кинозирского национального парка, организовать несколько экспертных сессий и на тему привлечения ресурсов, выстраивания партнерств на местном уровне и выстраивания коммуникаций. Ну и нам всегда важно, чтобы команды, которые к нам приехали, они стали еще сильнее, еще больше сплотились друг с другом, и участники сплотились друг с другом, и у них появились новые проекты и инициативы. Почему Кинозирия была выбрана? Ну вот, как Настя правильно сказала, очень хорошо, когда мероприятие проводится в каком-то красивом месте. Кинозирия – это уникальное место в Архангельской области, на Инго-Западе. По мнению National Geographic Travelа, 20-го года Кинозирия открывает список из 15 мест Российской Федерации, которые рекомендованы для посещения. То есть один раз в жизни туда нужно обязательно приехать. Там более тысячи уникальных старинных памятников архитектуры, более 300 морей, морей, хотела сказать, озер и рек. И Кинозирия – это такое небольшое государство в государстве, которое уже более 30 лет активно реализует проекты, направленные на сохранение деревень, на сохранение архитектурных памятников, на развитие местных сообществ, на обучение местных жителей, экологические проекты, проекты, направленные на вовлечение детей в разные интересные мероприятия и на проведение грантовых конкурсов. Поэтому опыт Кинозирия уникальный. Мы хотели сами на него посмотреть и хотели показать другим, как они организуют работу своего мини-государства. Ну, теперь, наверное, об овощах и фруктах. Нам очень нравится организовывать мероприятия с кричащим названием, с эмоциональной атмосферой, и не только потому, что это красиво, и получаются очень красивые фотографии и видеосюжеты, потому что людям, чтобы запоминать, чтобы воспринимать информацию, нужно быть в определенном эмоциональном состоянии подъема. А подъем можно вызвать радостью, восторгом, вопросом, дискомфортом, но обязательно люди должны быть в определенном эмоциональном состоянии. Кроме этого, большинство наших участников занимаются сельским хозяйством на своих огородах. Это люди из сельской местности, у каждого есть огород, и огород – это особая гордость, особая ценность. И август – это время сбора урожая, когда уже созрели тыквы, кабачки, огурцы, помидоры. И чтобы людей настроить на это правильное эмоциональное состояние, мы попросили их привести свои достижения, результаты своей работы, со своего огорода на мероприятия. И приехав со своими личными достижениями, со своими тыквами, огурцами и помидорами, люди рассказывали друг с другом, как они это вырастили. Что касается методов, инструментов и форматов, я уже сказала, что это был такой микс из разных форматов. Это были сессии, направленные на знакомство участников, потому что нам важно было перезнакомить команды. Это были экспертные сессии, такой красной нитью, через все мероприятия шла тема ресурсов, ресурсов развития. И участники отметили, что основной ресурс для них – это все-таки люди, и важность привлекать людей, привлекать партнеров и выстраивать отношения с партнерами. Люди, участники нашего мероприятия были на Успенской ярмарке и смотрели, как она была организована с точки зрения технологии. Были организованы сайт-визиты в общественно-культурные центры, в сувенирные мастерские, в предпринимательские точки. Были встречи с группами активистов из деревень Кенозерского парка. Четыре дня продолжалась стажировка, и в конце каждого дня обязательно подводились итоги каждого дня. Мы получали, собирали обратную связь с участниками, и было время для отдыха, рефлексии и внутрикомандного обсуждения каждого дня. Какие уроки мы для себя вынесли из проведения этого мероприятия? Как я уже сказала, очень важно создавать атмосферу, чтобы люди постоянно находились в определенном эмоциональном состоянии, и тогда они легче запоминают, воспринимают информацию и вдохновляются на новые идеи и проекты. Второй момент, и на самом деле я забыла, при объявлении регистрации на это мероприятие спрашивать возраст участников. Это важно, потому что здесь две крайности. Регистрируются дети, совершеннолетние, которых в принципе очень сложно нам приглашать на наше мероприятие, и люди очень пожилые, а стажировка все-таки предполагает некоторые мобильные виды деятельности. Все участники отметили, и нам показалось это важным, то, что приехали командами. И лучше, когда команды не три человека, у нас было заявлено три-пять человек, а когда пять человек команда, тогда у людей появляются совместные решения для существующих проблем прямо на мероприятии. Они возвращаются и начинают это все прорабатывать. Очень важный момент выделила красным цветом модерация сайта визитов или посещений. Когда мы везем в культурный центр, в общественное пространство, встречаемся с активистами, люди очень часто рассказывают, что они делают, они рассказывают, как это делают, и потому что они не хотят об этом рассказывать, а просто они не понимают, как обозначить тот алгоритм действия или ту технологию, которую они использовали при организации того или иного проекта. И тогда сайт-визиты превращается в экскурсии. Я думала об этом, как можно это избежать, и тут я думаю, что могут быть два варианта. Либо организаторы стажировки едут сначала на индивидуальную стажировку, все это смотрят, изучают и для себя выявляют вот этот алгоритм действий или технологию, которую активисты используют. Либо необходимо работать с выступающими на мероприятии, вообще приложить усилия для того, чтобы их подготовить к презентации кейсов. Но это не всегда легко сделать, потому что если мы едем на стажировку, где есть организаторы, в частности, как руководство Кинозерского парка, то это достаточно непросто сделать. Очень важно каждый день обсуждать итоги дня и собирать обратную связь. Тогда у людей не получается каша после четырех дней, а каждый день они рефлексируют и понимают, что они готовы вынести себя на будущее. Мы, конечно, замокнулись на 64 человека, как сказала Марина Евгеньевна, но это очень много, это очень непросто, и в центру «Гаран» пришлось ехать всей командой, чтобы организовывать это мероприятие. Я все-таки бы остановилась на 20-25 человеках в дальнейшем. Важно выделять свободное время для внутри команды рефлексии. Ну и, как я уже сказала, очень важно, чтобы программа стажировки, как любой проект, любое мероприятие, имела свою концепцию, цели, задачи, логику, опиралась на ценности участников. В частности, мы опирались на ценности – это огороды, это их личные достижения, семейные достижения, учитывать опыт участников, учитывать их потребности и обязательно должна вдохновлять на новые решения и на новые проекты. Если есть вопросы, я готова ответить. А тут еще одна замечательная картинка с нашими овощами и фруктами. И я думаю, что огромное количество коннотаций может быть вот этой фразы «каждому овощу свой фрукт». Но одно из коннотаций, которые я для себя принимаю, это то, что мы очень часто в своей работе по реализации проектов в малых территориях совмещаем и совмещаемы. Мы выстраиваем отношения с людьми, с которыми совсем не хочется работать. И вот как фрукты и овощи, которые мы редко кладем в один салат или в одно блюдо, потому что они плохо перевариваются, если все-таки мы их совмещаем, тогда результат получается пикантным, интересным и вдохновляющим других. Татьяна, спасибо огромное. Вот я знаю, что, по-моему, в группе есть кто-то, кто был на стажировке. Да, Татьяна Игуменко. Да, да, если есть какие-то комментарии, может быть, по впечатлениям от стажировки, будем рады, Татьяна, если вы что-то скажете. Если можно. Да, да, конечно. Меня слышно, но не видно. Просто почему-то проблема с камерой. Я так вам поговорю на темном экране. Да, мы были в кинозерии. Это удивительное, во-первых, место. Мы зарядились вместо силы. Место силы для того, чтобы красотой вдохновиться, людьми вдохновиться. И самое главное, вдохновиться теми идеями, которые нам принес гарант, чтобы мы поучились. Знаете, что самое важное было? Да, команда, это много значит. Мы поняли, что человек – это самый главный ресурс. Это тут будут и деньги, и помещения, и все на свете. Еще очень интересно всегда гарант нам такие делают предложения, когда мы должны поменяться в командах так быстро, такими технологиями не владеют, что, знаете, ни секунды свободной времени у нас не было. В то же время мы не уставали. Мы перезнакомились все. Мы обменялись все контактами и подписались на все группы, какие можно и не можно, и нужно и не нужно пока, но думая о том, что нам все это пригодится. Была замечательная поездка. Спасибо гаранту за возможность нам побывать там вместе с вами. Что такое стажировка? Мы узнали в первый раз, увидели что-то такое. И благодаря гаранту мы теперь откроем у себя на территории ресурсный центр. Будем работать, готовы работать. У нас очень много замечательных, умных людей, а самое главное, столько идей, которые нам нужно правильно упаковать, а потом это все представить. Марина Евгеньевна, Татьяна Борисовна, правильно я надеюсь называю, вам огромное спасибо именно от коряжмы. Если бы, наверное, не вы, мы бы никогда не созрели до губернаторского гранта, а теперь мы готовы работать. У нас уже даже придумал свой флаг. Мы готовы идти вперед. Поэтому спасибо огромное за ту возможность, что вы нам дали. Стажировка для нас, это была вещь классная. Спасибо, Татьяна, большое. Вы сказали интересное слово, которое, мне кажется, как раз говорит еще, почему мы выбрали такое название. Татьяна сказала, мы созрели. Вот мы так рассматривали вот эту тему, каждому овощу свой фрукт, что гарант, как ресурсный центр, это такая грядка, на которой вырастает много всяких инициатив. Они иногда дают очень пикантный вкус, иногда не очень смешиваются друг с другом. Вот я бы сказала, что, правда, 64 человека – это отдельное испытание и, наверное, не очень эффективно, потому что мало возможностей коммуникации внутри. То есть много народу сразу получили такой волшебный пинок, но возможности коммуникационной стажировки, конечно, сильно снизились из-за большого количества людей. И знаете, я еще поделюсь очень интересным наблюдением. Очень часто мы, как организаторы стажировки, понимая, что результат стажировки – это возможность людей перемиксоваться и переобщаться, решаем начинать прямо с заселения и селить незнакомых людей вместе, чтобы они по ночам болтали и обменивались, и коммуницировали. Вот хочу сказать, это суперошибка, потому что как вы не расселяете людей так, как вы думаете, они жить все равно будут так, как они считают нужным. И если вы их поселили не так, как они хотят, то они вам устроят такой обмен местами, что вы потом никого не найдете. Что мы и пережили. Представляете, 64 человека, не успев заселиться, начали меняться между собой. А жили они на пяти разных локациях. И ни одного свободного места не было. То есть мы заселили все, что можно было заселить. Вот поразвлекались мы, отыскивая тех, кто самовольно переселился, где пустые места, кто кого куда еще можно добавить, это было весело. Поэтому главное не переборщить с предоставлением возможностей для коммуникации людям. Оставаться все-таки в разуме, потому что нас иногда тоже заносит. Ну что, Таня, останови, пожалуйста, презентацию экрана.